Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Такой мощи на своих военных парадах Беларусь еще не демонстрировала. Далее в колонии экспозиции брендов бытовой техники и электроники «Горизонт» и «Атлант». Холодильники и стиральные машины, ванна и водка с пивом. Все это призвано показать, что как не страшен враг. У нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору. И это в любой другой стране. На параде могли вести просто боевой унитаз. Не были бы мы белорусами, если б не поставили рядом с ним ёршик. Ура! 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 Кстати, оформление одной платформы для парада с той же сантехникой «Керамина» стоило около 5000 долларов. То есть спущены эти деньги не ва бы какой, а в парадный унитаз. Наш священный долг – защищать Родину и соблюдать правила личной гигиены. Иначе все у нас пойдет через жопу. На сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске Александр Лукашенко инициировал новый хельсингский процесс. Он поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму. Минск готов стать площадкой для выработки нового договора по безопасности в Европе. Под впечатлением от перспектив хельсингского процесса парламентарии стран ОБСЕ повели себя как жертвы стокгольмского синдрома. Зарубили критическую резолюцию по ситуации в Беларуси, предложенную литовским депутатам. Это большая победа нашей дипломации. И в итоговую декларацию не включили другую критическую резолюцию. В общем, чувствовали себя как дома, но не забывали, что в гостях. Гость развитваться уже час, что ж, чекайте в гости нас и рыхтуйте там свое, куантро и драмбуе. Но настоящей звездой Минской сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ стала урожденная белоруска Виктория Рачицкая, попавшая сюда благодаря своему австрийскому мужу, работнику секретариата этой организации. Она сделала первое в истории, как особо подчеркивалось, селфи с Александром Лукашенко. Политический словарь после Беларуси пополнится новыми фразами. Правда, спустя пару дней не только его удалила, но и закрыла свой аккаунт в Инстаграме. Может, по совету отца, крупного могилевского бизнесмена Игоря Рачицкого, как бы то ни было, оправдываться пришлось ее мужу. Какие впечатления были у нее от нашего президента? Очень позитивные. Исключительно позитивные. То есть, похоже, дело и не в ревности. Ой, какая радость! В телевизоре вашей маме один дядя с большими усами цветы подарил. Сергей Михалок, еще недавно персона Нонграда на белорусских концертных площадках, получил 20-процентную скидку на полеты с Белавиа. Всего-то и надо было прочитать стихотворение Максима Богдановича. От родных нил, от родной хаты, у панский двор деля красы, и они доздольные узяты. Но спустя пару дней на концерте на хуторе Шабли вдруг наехал на блогера Антона Матолько. Матолько недоволен! И где постамент, где барельеф Матолько, где мне принести ему дары? Потом, правда, оказалось, что Михалок имел в виду другого блогера Анну Бонд. А на завтра даже извинился перед обоими. В общем, то ли турбулентность оказалась аномальная, то ли васильки забористые. Я читал тебе слух стихотворения. Ну а ты, ты-ты-ки, ну а ты, ты-ты-ки, ну а ты. Правительство отрапортовало, что начало возвращать налог на тунеядство. До того, как власти приостановили уплату этого налога под давлением уличных акций протеста... Нет секрету номер три! Лукашенко, уходи! 54 тысячи человек отдали родному государству 16 миллионов 300 тысяч рублей. Теперь у этих поспешивших появилась возможность вернуть денежки. Правда, для этого они должны представить в налоговые органы справку с места работы. Судя по тому, что количество занятых в экономике продолжает сокращаться, претендовать на возврат налога могут немногие. Деньги ваши будут наши. На малой родине Лукашенко в деревне Александрия Шкловского района провели грандиозное купальское шоу. В такой программе концерт, цирковое представление, авиашоу, фестиваль фейерверков могут позавидовать и крупные белорусские города. Но не в них родился первый и бессменный президент. Мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину. Давайте сделаем для этих деревенек, для этих речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать. Мы их просто должны спасти. Кстати, если бы за эти 23 года у нас было, к примеру, 5 президентов, можно было бы в 5 раз больше их родных деревень спасти. И о погоде. Тепло продержится до пятницы, а там температура воздуха упадет ниже 20 градусов. А еще синоптики грозят нам на неделе дождями с грозами. Но во вторник все еще тепло и всемирный день шоколада. По этому поводу в Минском музее мороженого собираются создать, а потом съесть, шоколадную картину с медведями и северным сиянием. В среду Батэ сыграет на домашнем стадионе стартовый матч в Лиге чемпионов с армянским алашкертом. Витебчане всю неделю будут засыпать под звуки очередного славянского базара. В субботу-воскресенье в белорусской столице пройдет седьмой съезд белорусов мира. А в Логойске – международное соревнование по экстремальному бегу с препятствиями. Ну а хедлайнером музыкального уикенда станет Сергей Михалок на Гродненском автофестивале. Будет у Ляписа новый шанс опять на кого-нибудь наехать, а потом извиняться. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!